Это действительно послужит, будет серьезным прорывом, и мы увидим много сделок, много контрактов. Правда, надо сказать, что в аренде мягкого инвентаря, белье в больницах, в детских садах, все-таки, ну, не приоритетная задача. Хотя, надо сказать, что она чувствительна и заметна. Мы это видим по откликам наших заказчиков, заказчиков наших коллег, когда обновляется белье в больницах или в детских садах. То есть это прямая рефлексия положительная пациентов и тех же родителей, которые приводятся в детские сады. В заключение, позвольте себе такую, на мой взгляд, перспективную гипотезу в пользу того, чтобы наша ниша была более заметна в рамках страны. Ведь мы с вами люди, и у нас мы склонны, и бывает так, что нам необходима медицинская помощь, желательно, чтобы была плановая. И у нас есть дети. Вот в контексте того, повышает ли это качество жизни, мы считаем определенно, да. И перспективность гипотезы, понятно, что управляющие и управленцы смотрят регуляторы с позиции как бы эффекта, да, с позиции цифр. Я вам скажу, что если страна большая, давайте мыслить широко, если это перевести на цифры, то что будет в результате, если трансформировать эту бельевую функцию везде, во всех регионах? Это будут инвестиции порядка 10 миллиардов рублей в оборудование, порядка 5-6 миллиардов в текстиль для запуска проекта, и последующие ежегодно порядка 1,5-2 миллиардов. Это создадутся компетентные рабочие места, задействованы все тот же персонал, который сейчас этим занимается, но уже с большими компетенциями, это порядка, ну, 5 тысяч плюс сотрудников. И налоговое отчисление, ну, это грубо, конечно, да, ну, примерно 2-3 миллиарда в год. То есть, может быть, эти цифры... Убедят, постимулируют, смотивируют. Да, смотивируют обратить внимание регулятора на то, чтобы дать возможность представителям непризнанного ввода стильного сервиса сделать свое дело и вклад в улучшение качества в жизни страны. Спасибо.